Так, уважаемые коллеги, давайте начнем наш семинар. У нас сегодня выступает Екатерина Брюкова, ВТФ-Прияй и МГУ. Значит, доклад на тему рождений темных фотонов в процессах уголовного и уголовного трамотного излучения протонов. Добрый день, сегодняшний раз. Я буду рассказывать про то, как рождаются темные фотоны, протон-протон в протокновениях, ну поэтому сначала небольшое введение, я вам напомню, что это такое. Сейчас, почему он не хочет. Напомню, что это такое, потом расскажу, как мы изучали упругое тормозное излучение протона, потом как изучали упругое. Это две разные работы, давайте мы научимся эти ножка протизировать. Значит, мы работаем с темно-завесимой формализм порталов. То есть, мы расширяем стандартную модель, добавляем в нее строительный сектор, и делаем этот следующим образом. Мы добавляем novo граммы, в котором есть операторы, которые прообразуются под действием в калибровочной группе стандартной модели, они умножаются в этих слагаемых на операторы, которые прообразуются под действием в калибровочную группу темного сектора, И так устроены эти операторы, что каждая из них в варианте относительно действия соответствующей калибровочной его. И в итоге получается, что каждая добавленная слагаемая у вас калибровочная его. И вы таким образом можете реализовать взаимодействие стандартной модели с каким-то новым скрытым сектором. Значит, вот тут у меня есть порталы низшей размерности, то есть те, которые поначалу даже оказываются перенормированными. Это векторный портал, его медиатор, то есть частицы, которые передают взаимодействие между стандартной моделью и скрытым сектором, это темный фотон. И мы его добавляем путем кинетического смешивания полиэтилтемного фотона с полем, которое отвечает за гиперферсия стандартной модели. Еще есть скалярный портал. Значит, выводится обычный с помощью темных скаляров, так называемых, ну, темного такого обычного смешивания с дублетом полиэтилтса. Мы его изучали, ну, в другой работе, судя по нерассказанию. Еще есть фермионный портал. Вводится обычно через тяжелые нейтральные электроны, вот таким образом, и чинелы, ну, по аналогии с тем, как, например, хитильский дублет взаимодействует с дублетами электроны стандартной модели. Ну, и портал псевдоскалярный, это же не помормируемый, но тут вот достаточно известная темно-подобная частица тоже обычно вместе с теми тремя порталами распространяемых. У нас минимальная версия модели с темным фотоном. Это значит, что темный фотон может родиться из частиц стандартной модели, потом пожить в какое-то время и распространяемых в обратно. Эти порталы, по идее, можно комбинировать, то есть можно посмотреть в угрожающее член, потом вверханный портал умножается на стандартную модель. Но это будет уже ненужное усложнение, но ты можешь под новое угрожание иметь несколько слагаемых. Потому что если ты их будешь перенажать, у тебя будет прям совсем некрасивая теория, там, с очень большими нехорошими. Нет, ну, да, понятно, я говорю, я не понимаю, что... Такие теории есть, то есть они между собой... Уважаю замечание, вот такой споративший вид темного скаля, если вы хотите, чтобы документа было определенных плотностей, кстати, исключено от данной короны, ну, есть ссылки. То есть это возможно, скорее, но в случае более 50 км дублетов, а один из дублет пикселей демонических с викторами, потому что там распады коронов всяких с... Тут я думаю, что темные висимости, что темная материя, точно так, что тем не похожа. Ну, как переночек, темная материя, нет, ну, конечно, если вы хотите... Нет, ну, все это имеется в виду, вот эта вот терминология, что темный фатон, темный скаля, что это не просто какие-то гигантинические частицы, а переночки темной материи. Потому что, конечно, скаля, вы можете там сделать констанцию связи с кварталом, с крикционом супермаля, то есть делать все эти константы связи, у вас, конечно, все это разрешено. Но вы понимаете, это вот... Если еще раз, если вы в этой материи с одним универсальным скаляком, скаляк, связан с темными частицами и ответственны за... Наблюдаемая плотность, вот такая материя, она исключена экспериментарными данными. Как вы? Нет, 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 нет. Дело исключается в том, что в этой материи после скалякного нарушения симметрии у вас смешивание С с калейком H. Получается кондуцированное взаимодействие с кладками. И в своем университете темный скаляк, он взаимодействует с частицами темной материи. То есть у вас получается такое взаимодействие. И на рассечении вот дальней гелекции, ну это типа одного ПК было. Соответственно, произведение констанцирования, оно не может быть произвольно. И оттуда, почему, ну, течение рождений в интернете, чтобы ранее взаимодействие. Вы открываете термальный механизм рождения? Ну, просто. Ну, просто я открываю термальный механизм, Николай Валерьевич. Что? Вы заложаете термальный механизм рождения? Да, да. Ну, окей. Нет, но если в общем случае, если вы взяли какую-то скалякную частицу и ввели, то, конечно, если у нее констанция с квартами и стриптонами будет маленькая, и лямбда тоже маленькая, то, конечно, она ничему не противоречит. И это может быть термальный механизм на материи. То, что Шелевизм было. Ты сказал, потому что… Ну, не знаю, что они понимают, что параплелы с Хелевизмом честно, насколько я понимаю. Что они предсказывают, насколько маленькие константы свежих, что с точки зрения экспериментатора это, ну, грубо, минус 9. То есть это бессмысленно искать такие вещи на эксперименте. Ну, вот в модели поля темного фотона там, я не помню, на 5-6 поля сниже, чем вот. Стандартный сценарий. Ну, на эксперименте, ну, я не знаю, как это было 20 лет, это не возможно. Просто, понимаете, это произведено, это хороший сценарий. Ну, то есть он, конечно, на этом хороший, но вы никогда экспериментально не управляете. В этом все правду. Потому что в этом сценарии карточки очень маленькие, они на несколько порядок меньше, чем в стандартном сценарии. И в этом случае, ну, ну и что, ну, ну, правда, ну, есть такое, нет, а что дальше? Нет, интересный случай, когда они чуть меньше, чем то, куда вы дошли экспериментально. Не, они не чуть, они как раз меньше, чем в стандартном сценарии. Ну, ладно. Можно родить тяжелые спецы ранних вселенных, потом их расслабить на рейтинге, которые вы не минимальные модели. Ну, на рейтинге говорится, что это шутка. Приятно, в темном рейтинге. Вот так и говорили. Я не знаю, я просто измениваю мое заключение следующее. Ну, когда мы говорим о этих кварталах, они не просто так, они в астреке. Николай, тогда могу сказать так, вы ищете эту, наверное, на 14-4 свой авторопад. Вы ищете авторопад, где с фазбологией эта модель закрылась? Нет, она не заходила. Когда вы блокачиваете ликелинью, открываете, да, дальше? Неф. Ну, как фирмы лежат, когда смотреть уже без фикселей. А вы, вообщем, я думаю, главный из-за песни в одной в эфире или другой. Ну, дайте девушке рассказать. Ну, что она посчитала? Ну, что ты думаешь, подожди. Тут по расчетам говорят, что закрытый, что не закрытый. Можно, пожалуйста, я могу. Я вообще про скаля рассказывать сегодня не буду. Модель у нас такая, она минимальная. В том смысле, что темный фотон, еще раз, это не темная материя, он не распадается в темную материю. Он рождается из частиц стандартной модели и обратно распадается в частиц стандартной модели. Логранжан выглядит вот так. Есть логранжан стандартной модели, есть генетически слагаемая для темного фотона, есть член смешивания, где есть поле надвиженности темного фотона и поле надвиженности, которая относится к гиперзарядной стандартной модели. И есть массовое слагаемое для темного фотона. Соответственно, у вас получается три поля. Вот это темный фотон, третье поле, относящееся к коза спины стандартной модели, и поле гиперзаряда, которые можно одновременно полирнуть и получить отсюда взаимодействие в итоге в поле темного фотона, здесь уже без стимля, потому что просто поворота, с заряженными частицами стандартной модели. И вот из-за этого и в салонодействии, и в смешивании у вас это взаимодействие получается меньше в салон раз, чем в обычной сумочке. Соответственно, у модели есть два параметра. Это параметр кинетического смешивания epsilon и масса темного фотона. И это два основных параметра модели, по которым ее, собственно, герей ищут и рисуют графики исключения в этом пространстве параметров. Здесь представлены, ну, не то чтобы суперсвежие, но достаточно свежие, в результате всех этих поисков, какая-то общая компиляция по горизонтали масса темного фотона, по вертикали параметры кинетического смешивания. Здесь очень много разных экспериментов. Те, которые уже исключили, нарисованы сплошным цветом, а те, которые только будут работать с пунктирчиком примерно, обозначены в пламе, видно, что очень много людей исследуют, много что уже закрыли. Но, в принципе, есть такие массы темных фотонов, которые пока что ограничены еще достаточно слабо. Если подходить к ним снизу, то по порядку величины, в районе одного гола, пока что еще нет особого ограничений, но они в ближайшие годы планируются. Планируются, по крайней мере, поиски в этой области. И нам, как фиминологам, интересно вот в этой области изучить, как будет темный фотон рождаться, и планируется каким-то образом уточнить, если получится, кривые чувствительности будущих экспериментов, которые будут его искать. То, что пунктиром отмечено, это как раз там, и сейчас ищут, 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 ищут. Это планы на будущие эксперименты, которые еще не приведем. Шип, да, например, недавно утвержден шип. Мы будем исследовать массу темного фотона рейнерного ГЭВа, если точнее, до 400 МЭВ, до 1,8 ГЭВ, и будем ориентироваться на промозное звучание протона. Значит, с чем это связано? Темный фотон, протон-фотонное столкновение, может рождаться, когда у него масса порядка 1 ГЭВа, по одному из трех механизмов. Это может быть для совсем легких темных фотонов распадами зоны, то есть, например, есть ангреноли, лето-мизон, которые распадаются на два фотона, и потом один из фотонов кинетически смешивается с темными. Это может быть для довольно тяжелых темных фотонов. Основной механизм будет КХД-шный процесс, драйву-яна, это аннивиляция кладка антикладков в фотон с последующими смешанными до темными. И где-то посерединке из этих двух механизмов ни один не доминирует, а доминирует так называемое промозное звучание протона. Оно бывает упругое и неупругое. Неупругое имеет больше усечений. Поэтому я здесь нарисовала диаграмму для упругого процесса. Между 10, что происходит в протон, испускает в начальном состоянии темный фотон, дальше идем на действие структур. В упорном процессе, естественно, есть два процесса. Сейчас покажу. Испускаем как в начальном состоянии, так и в конечном состоянии. И вот в начале мы изучали упругое тормозное звучание, потому что, опять-таки, проще. Во-вторых, там были определенные... Дмитрий, пожалуйста, а вот каждый же процесс, который вы рассматриваете, он в конкретном каком-то случае рассматривается? Одним в шипе, второй в анабле. Что смотрели? Какие программы экспериментальные? Скажите. А, ну мы посчитали сечение аналитические, да? Да. А потом... Чего? Под что? Под что? А потом мы для Титакея, Дюны и Шипа изучили, как там были детекторы, вот это все, и для них все. Понятно. То есть вам заказ специальный был от Шипа и Дюны. Ну, заказа не было, но мы еще и не знаем, как это было. Ну, так, и все. И все. Понятно. Интересно. Интересно для Шипа и Дюны. Вот то, что вы считаете, будет представлять дальнейший интерес непосредственно для программного исследования Шипа и Дюны. Вот ваш цель, правильно? Да, да. Ну, и для Титакея там чуть-чуть, косметически тоже важно. Вот, значит, упругое изучение здесь, но в целом для конкретных экспериментов это не очень важно, потому что неупругая всегда перебьет, и практическую значимость будут иметь из-за того нашего учисления. Но здесь важно принципиально, как считать, как правильно считать, и почему надо выбрать правильный способ просчета. Сейчас я покажу. Значит, дело в том, что мы не первые, кто-то посчитал, и для нас было, как минимум, три таких очень известных подхода к вычислению и сечению этого процесса. Первый подход такой. Люди взяли по аналогии с приближением воде Кировильямса для электрон-протонового рассеяния, просто электрон, очень грубо заменили на протон и выписали готовую форму. И попытались так считать. Я сейчас расскажу подробнее, про этот снику. Потом расскажу про второй. Второй изучали рульлянный пример. Они качественно сделали другой подход, но в итоге, несмотря на то, что эта статья была очень популярна очень многие годы, и очень большое количество экспериментов реально на ней основывало свои предсказания для числа событий, в итоге, по прошествии NDR, все, кто пытались ее повторить и воспроизвести этот результат, пришли к определенному успеху. Мы тоже пытались, у нас тоже ничего не получилось. И мы не единственная группа, у кого не получилось. Но там есть определенное место в статье исчезновение понимания, что происходит. Слева и справа получаются разные вещи. Раньше... Это где, сейчас? Вот здесь. А вот... То есть там вы считаете по унижению в Азии Квилинс, а сюда вы выбрали на компания. Правильно? Да. Я вот сейчас рассказываю, как вы считаете. А сейчас, подождите. А почему... Ну, понятно. Почему вы выбираете правое, а не левое? А мы не выбираем. Я сейчас пытаюсь объяснить, кто считал, как, и как посчитали мы. Ну, то есть, как бы, что было известно для нас? Арина, так что... Где у них неопределенность? А, где у них... Ну, там, раз, когда они переходят от одной строчки в другой, там, что-то внутри... Что внутри? А, что? Или опечатка, или число, или как будто... Что в этом? Принципиально не сходится начало выражения с концом. Невозможно... Я не спрашиваю. Да он же забыл. Что ты забыл? Что ты забыл? Ты как шепляешь? Что ты у него там поправка сейчас? Что ты про эту работу уже забыл? У него сейчас пронзит твоей, кость, удивляет, и голова болит. Сейчас, смейте, задавайте медичные ошибки. Нет, там исправить-то не нужно. Пересчитывайте... угадали, угадали, поверили, да, и не дадим. Ну, по-моему, что ты можешь и сказать? То есть, это не предположение, которое вы... ну, вы... сайт по самому. Да? Нет, нет. Там есть вычисление. В нем есть начало, есть конец. Середина делается, в середине есть там вход, а теперь мы это там свяжем таким-то механизмом, написанным конечным выражением, они не каждую зубы не стыкуются совершенно. И более того, численно они с одним из звукотехов, которые здесь нарисованы, другие подходы, это не сходится тоже. То есть даже, ну, как бы, какой-то странный ответ, который дает очень... с 14-го года он еще работал. Нет. Вы спросите, на самом деле, хоть у него там куча... он пишет очень много вот работ, но он может... А задача вот этого слоя у Брюнера. И потому что Брюнера тоже не знает. И он сразу может найти и принять определенную. Брюнер вроде экспериментатор. Ну вот. Ну, я, 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 ну, вот, А еще вот есть двух лиц, По-русски не пишите. По-русски не пишите. Почему пишите сразу по-русски? Кто-то русский знает, но вот он сейчас пишет. По-русски вообще знает. Да. ладно. Вот, Хорошо. Вот, значит, есть еще третий подход группы РИЦ, который тоже заметил, что у них что-то не так. Как, есть еще третий подход группы РИЦ, который тоже заметил, что что-то не так и тоже попытался что-то предложить для упругого тормозного изучения. Значит, движение в этой килограмме давайте начну, напомню, для, формулировавший сход для электрон-протонного тормозного изучения, значит, идея такая, что у вас есть в этой диаграмме фотон, которым обменивается электрон с протоном. Этот фотон вам в ответ в конечном дает множество единиц на Т квадрат, где Т это квадрат перед на выписку. Естественно, самый большой вклад в ответ будет, когда Т минимальный. Вот они находят, где Т будет минимальный и оценивают величину этого дифференциального сечения рядом с этой точкой и переходят к выражению такому. Они говорят, что течение полного процесса дифференциального это приблизительно сечение процесса два в два, который я здесь выделил кружочком, умножить на поток фотонов, которые спустил в мишки. Ну вот это классическое понижение из Эккер-Виллимса. Значит, так оно выглядит. Ахи вот здесь, это нам потом понадобится, это поток фотонов и спущенных в мишени. Он связан с электрическим фактором протона. Ну потому что протон должен спускать в поток. Хороший ответ для электронного тормозного изучения дает хороший результат. Сейчас извините, а соответствие это потому, что протон положил шею и вырывает из-за того, что вот эта штука оказывается очень маленькая на самом деле по сравнению с энергией фотона, с энергией электрона, с энергией пучка, люди действительно берут вот эту штуку приэтернатой минимальной, это минимальная такая маленькая, что можно брать на массовой поверхности. И фотон как бы получается оншебный. И здесь самое важное, что у него именно у квадрата равно не будет в этом потоке. Это способ подсчета 1 и мы к нему вернемся. Способ подсчета 2 объявления брендера ну такой под вопрос. Состоит он из нескольких шагов и использует в этих ревельмсах в своем углу внутри. Значит, во-первых, они говорят, что теперь протон-протонное взаимодействие, поэтому они должны отмениваться не фотонными, а какими-то другими частицами. Говорят, пусть это безмассовая электронная частица, какая-то гипотетическая, про которую я ничего не знаю, про ее природу, вообще ничего. Но давайте воспользуемся тем, что она безмассовая электронная и свяжем обусток процесса 2 в 3 с амплитудой процесса 2 в 2 точно так же, как сделал Байдзеки Ревельмс. То есть снова попытаемся порезать этот диаграмм. Но в отличие от метода Байдзеки Ревельмса, они здесь явно кладут четырех импульс уже этого гипотетического обозона равным импульсом. Прямо все четыре компонента. И дальше еще один шаг. Они используют аналогию с распространением электроэлли-паризии и выделяют здесь функцию расщепления, то есть считают вероятность протона промежуточному виртуальному испустить темный фото. Все это вместе как-то там сляпываются, как-то не очень понятно. Сейчас, секундочку. А где что-то дело нашли? В чем ситуационность? Ничего. Вы можете сказать, что-то не ситуационность только. Может, ты же понимаешь? Здесь проблема вот вайзекерин мы с вами правильно сделали. Проблема с выделением вот этой вероятности. У вас когда вы это делаете, должно вывесить право получиться сечение, если делать вот эту функцию расщепления правильно, у вас в итоге ответ должен зависеть еще от сечения протон-протомной рассеи и у вас должно прям авторизоваться выражение для протон-протомной рассеи и у вас должно там не получается, не сходится, такого нет. То есть вообще-то такой право части там получиться не может. но написано как будто получиться. И вот такое расщепление у них дана известность пользуется в работах в очень многих. До сих пор это было бы правильно сказать где-то года до 22-го, потом Ридс написала статью, мы написали статью, и люди как-то так перестали этим пользоваться, сейчас уже перешли на другие рельсы. Значит, эта штука работает как для круглого сечения, так называется сингл-дифракцией процесса, когда у вас один протон остается протон, а второй разваливается по всему что было, к тому же было по этой линии. Совсем геннский вопрос. Диограмма не очень сложная, 2-3. Он еще считает себя... А, вот, это третье. Считает и... Программа в бутылке, которую наливает симуляр при первом году на гибрис. Это связано с спичком с последний способ почитать. это не было еще как обеерарх. Лидер считать силу или как бы, так сказать, вот здесь было красиво посчитано вот это то, что вы говорите, это вот третье. В принципе, сделано. Сделано, посчитано. так же. Поддерживай. Сейчас там диаграмме, вот в походе В, там все-таки где-то, уначале и просаде. Да, да, там сумма 2, где-то. Я просто не выбрежала или он рисовать. А вот П, это что? П, вон, что это? Ага, вот смотрите, П здесь последним, но я дойду до этого, это настоящий примерок, это не настоящий примерок. Здесь это какой-то гипотетический векторный бозон. И здесь очень важно, что он векторный. А здесь печь потом. Ну, я дойду до последней картинки чуть-чуть. А какие константы связи для вот такой гипотетического векового ворота? Да. Там что-то надо заложить. Если это не потом, значит, другое. Да, здесь, смотрите, здесь была такая, у них в работе было такое упрощение своей жизни. Они сделали необоснованного переход к сечению потом-то в России. И после этого им вообще все равно какие-то константы связи, потому что это сечение и группы из-за текеновации. А, значит, там кроме зона вы говорили? Понятно, я просто замеркну. Сейчас я так говорю, что у нас 1-4-кин, но он вы брали сзади вопросом. Если у вас это гипотетический векторный ворон, ну, в какой-то массу, ну, не короче, ворону, но 23 диаграммы люди, слава богу, давно вы научились. Научились, это третий способ посчитать. Я поняла, я до него дойду. Зачем так? Ну, все-таки здесь аналогия с Лайдзея и Керривилем очень такая вопрос. Вот эта работа в Глюмляне Грюннер была раньше, она была в 1940 году, потом было, нечисление, как вы сказали, она была в 21-м году. То есть, что вы хотите понять, вы хотите понять, где у Глюмляя Грюннера, выяснить, в чем у него, ничего, недоучтено в сравнении с учетом конкретных человек. Надгубая мечтает, мы пока не это делаем, но мы хотим получить правильность. Извините, все-таки вопрос, скорее, там потон вертикально перенесован, он там, не только в потон, все что угодно, да, любые в организме. Привет, в протестатуре это сомневение потона станет протоном в потон. То есть, вот там вот... Вообще говоря, если вот совсем правильно говорить, то протон с протоном упруга вообще не вектором обмениваются. Это уже было проверено, экспериментально, там этот померон, это называют померон обычно, померон вектором не бывает. Это исключено из экспериментов. Но в очень старых работах в 70-х году самое первое приближение по аналогии с электродинамикой его рассматривали вектором. И это из-за этого весь вот этот огород городится. Более того, свежая работа, к сожалению, несмотря на то, что у них был численный счет, они все наглядят руками нормально, они туда тоже всунули помероны 70-х годов. Вектор. Вектор. И мы показывали специалистам по померонам, и они говорят, что это полная ерунда, и так считать нельзя. А вот в этой работе технически вот эта вставка двенадцатой частицы нужна была только для того, чтобы показать, что сечение факторизуется на вот этот уровень. И все, и больше. Ну, чтобы порезать по-разному. Да, значит, двумя с Брюнером рассказали. Значит, последнее, то, что Николай Валерьевич спросил, значит, да, посчитали процесс 2 в 3, просто на компьютере поставили все вершинки, обработали диаграммы. Есть, к сожалению, формул нет никаких, то, что число посчитали, есть картинки. С картинками мы будем сравнивать наши результаты. Ну, вот, с вот этим прямым числением. Проблема в том, еще раз, что здесь вот эти вершины взяли, подогнали под эксперимент и взяли из модели векторного померона, который уже давно считается устаревшей специальностью. Ну, в принципе, поскольку они все равно все эти константы подгоняют из эксперимента, у них не так шипох получается. Но с точки зрения высокой тела это вычисление тоже ну, такое себе, не очень весное. Скажите, пожалуйста, а вот насколько вот эти учтенные, не учтенные эффекты существуют? Конечно, только когда вы будете смотреть конкретно, эксперименты, которые там на дюне, на хипе, вот это вот эффекты, там, если большой, маленький, за счет форьбы, за счет... Сечение изменится раз в сто кроме. Сто? Да, если вы возьмете вот эту ерунду, оно увеличится сто раз. Ну, это как-то не совсем хорошо. Спасибо. А, значит, какая была наша мотивация, что мы решили нового посчитать? Извините, вы считаете для фотона или для темного фотона? Мы рождаем темный фотон, а переносчик между протонами у нас объема фотона без массы. Ну, тогда если массы темного фотона мало, то, ну, у вас сечение будет равно сечение экспериментально вы же знаете о сечении рождения фотона суброводив в ПФС-толковении. Ну, да, будет это сечение на вот реписом квадрат 9-совый параметр смешной. Но если масса маленькая, то вы не сильно. В целом была недавно работа Ритцев, в которой он смотрел данные по рождению Ромезона, ну, как бы, как гамма и сравнивал, ну, вот, насколько там это... Ну, вот, если у фотона уже есть данные, вы понимаете, у вас фотона рождается и переходит сеченный фотон, сечение рождения фотона, то есть эксперимента вы более-менее знаете, ну, значит, ваша цель, как я понимаю, не описание сечения рождения фотона, а именно сечение рождения темного. ну, если так, то вы можете использовать данные для стечения рождения фотона. Ну, это уже сделано другими, ну, как бы, ответ такой. Есть работа, в которой это сделано. Не, ну, я, честно, не очень понимаю. Она просто появилась. Более естественно. Ну, вот, я рассказываю, это ему, типа, год, а то, что я говорю, потому что это уже есть, это ему месяц. То, что вы говорите, это будет очень маленький вопрос. Нет, ну, люди пытались связаться, попытка связаться с экспериментальными данными по рождению рождения рождения зонов, она была. Она сделана для тормозного изучения, она существует и записана в месте. Вот. Значит, что делали мы? Мы говорим так, что вот очень многие люди пытаются применить приближение в отдел правительства, и переходят вот к этим минималам на все дела. Но давайте вернемся к тому, как это все выводилось и на чем это основывалось. Основывалось на том, что основной поток, то есть, извините, не основной поток, самый большой поток потонов полиэтон-платоном в России не соответствует самому маленькому Т, самому маленькому передачу. А давайте проверим, для протона это вообще так или нет. Взяли данные по углубому по протон-платону в России, посчитали поток, нарисовали поток и увидели вполне ожидаемую вещь, что его максимум на квадрате лямбда к фидору. Не в нуле совсем. В связи с этим появится вопрос, а насколько мы будем отличаться от Декера-Виллимса в реальных своих вычислениях, если мы учтем эту минимумовую передачу лимбуса. Поскольку здесь максимум, не в нуле, а здесь наша излишка, то насколько ответы от Декера-Виллимса, это всегда подвижение, насколько это подвижение не точно. Вот на этот вопрос мы стали соответствовать. Ну, мы взяли вот эти летеограммы, ввели импульсы частиц. Значит, здесь, что важно, П-большой — это импульс налетающей частицы в пучке. Значит, мы работаем в лабораторной системе отсчета. К — это импульс темного фотона. Значит, важная переменная Z маленькая — это доля импульса по дольному направлению, который унес темный фотон. От исходного импульса П-большой. И здесь мы явно учитываем ненулевую передачу импульса между протоном. Дальше мы очень наивно считаем этот элемент. Значит, вводим ток, связанный с налетающим протоном. Поэтому мы протон считаем прямо терапевтическим фирменом в самом настоящем. Вводим ток, связанный с протоном-мишеней, собираем его в стандартный протонный тензор. Ну и дальше считаем стандартный, то есть у нас квадратно-малочный элемент, посчитаем, и отверстие дифференциального сечения у нас явно зависит от T. Ну, то есть мы, например, проинтегрировали, естественно, но подзентегрированная функция, она, в отличие от случая приближения Вадикера-Виллимса, нам явно явно приучили. То есть здесь прямо можно выделить руками, ну, не знаю, обвести к удочкам, те слагаемые, которые были в приближении Вадикера-Виллимса, и те слагаемые, которые много в этом. И можно оценить, какая у них наносительная величина. Вот. Мы, собственно, это все проделали, показали, что поправки небольшие, но они есть, ну, и можно там в каждом конкретном случае оценить их разночку. Вот сравнение. Значит, смотрите, наш ответ показан пунктиром. Тензор. Извините, а у вас? Нет, я прямо привез, а откуда я дебил ФДТ? Это инвелоподозидательность? По вот этой вот штуке. Ну да, но это же... Ну, на самом деле, ну. Ну вот вы должны поинтегрировать по объему с фазовом, связан с этими тремя частицами. А, это уже год в квадрате и регрирование по конечному. Да, да. Оставить у вас только вот эти штуки. Так, значит, учили ответ и сравниваем. Сравниваем наши клетки темно-синого цвета с ответом Грюмеля-Небрюнера. Ну, масштабом, арифмический, значит, шаг здесь есть и внец. Ранее программный. Вот, пожалуйста. Значит, сравниваем с Вадеккер-Вильямсом. Это голубенькая линия. Ну, как я обещала, подхватки небольшие. Здесь вот снизу относительная ошибка с Вадеккер-Вильямсом. Ну, здесь вот 5% получился. И сравниваем это с оценкой, значит, лица его аспиранта. Они посчитали 2 в 3. И если бы мы сделали все точно так же, как они написали, то получается зеленая линия и вроде как бы не сходится. На самом деле у них в работе использованы фемиологические форм-факторы, которые у нас нет. Учитывающие, там, виртуальные... А это, извините, это при гайке в массах тюмных. А, 1 Г. 1 Г. 1 Г и пучок тюмных 120-к. Значит, короче говоря, у них есть некий виртуальный... Извините, называется так. Виртуальный форм-фактор, отвечающий тому, что промежуточный протон не на массовой поверхности. И он фемиологически никак не объясняется, из теории вообще никаких методов. Но если вы его уберете, то, в принципе, мы с ними тоже в пределах нескольких процентов сойдемся. Если вы его оставите, то вот этот форм-фактор, он работает так, что при маленьких Z промежуточный протон оказывается далеко от массовой поверхности, они искусственно замыляют эти вкладки. Ну и вот вы видите, что при маленьких Z, поэтому сечение идет в раз. Дефиренциально. Ну, здесь вот аналогичные графики сравнения. Там было от Z, да, то есть от доли уносимого импульса, здесь от поперечного квадрата импульса темного протона. Тоже в Блюмляне бежал куда-то очень далеко. Все экспериментаторы очень рады. Значит, у нас сошлось с Экер Вильямсом и с ребятами с Ритцем. Ну, в принципе, если мы уберем форм-фактор, то что есть. Я знаю, что с этим такой вопрос. Ну, если вот масса этого темного фатона не один, как бы сказать, а очень маленькая, тогда сильный у вас результат ставить, это первый вопрос, вот масса темного фатона. Ну, в области мало того темного фатона, вы экспериментальные данные. И второй вопрос в связи с этим. Наверняка есть экспериментальные данные такого процесса протон-протон, протон-протон плюс Е плюс Е минус пара. Е плюс Е минус пара, что это виртуальный фатон. Ну, а виртуальный фатон, это фатон, это то же самое, что... Ну, вот, хорошо. Ну, и, соответственно, вы можете, кажется... Я поняла, да. Но на второй я пыталась уже отвечать, что, значит, РИЦ где-то два месяца назад написал статью, в которой они взяли такие данные по рождению как раз Ромизоны, которые потом распадаются ей по силе нескоро, и попытались как раз срабатывать. На втором Ромизоне немножко... Ну, хорошо. Ну, вот какая-то такая работа ведется, окей. Это возможно, это тема. Если, да, это рекламный нафрис, но еще... Если именно у вас такие прикидки будут рождаться за счет виртуального фатона, тогда вы, ну, грубо говоря, знаете, сечение рождения виртуального фатона. Нет, а вы хотите маленький нас? Нет, а вы хотите маленький нас? Ну, как-то не странно, что... Ну, что один, как же, там, в 50-м, это у нас... Там, ну, неужели там такой сильный раз? Ну, факт, а двойка, да. Ну, даже канал двумярующий меняется. Да, вот это самое важное, что... Здесь первое прошло, а двумярующие фатоны двумярующие рождение, это раскладами звонков. Нет, ну, просто интересно вот эти вот сравнивать. На этом же графике один, где, там, 50-м, насколько эта сеть меняется, просто... Можно это сказать? Честно говоря, мы не делали для маленьких масс. Ну, вам какая, опять же, вместо аналога, представить, там, 50-м. В зависимости от массы темного фатона, как это все вероятки меняется? Потому что, ну, анинг, это хорошо, но андро будет сказать, а мне это больше три гава нравится. А третьему, тристему, это так. Ну, три гава мы скажем, что этот ответ уже... Нет, ну, важно сказать, ну... Нет, ну, программа придется... У вас, например, есть программа, есть конфликторную, куда вместо ГЭО, может, там, 500-м. Нет, ну, есть, есть. Но вопрос в том, что этот ответ практически значимости уже не иметь не будет. Он не нужен никому в этой области. Ну... Ну, тристему, там, еще много. Ну, тристему, там... Нет, ну, просто интересно даже для людей, оборудить на сколько это... Нет, то, что это интересно, я согласна. У нас, более того, сейчас есть некий теншин, там, я в конце могу вам, может, скажу, из группы РИЦ как раз именно по поводу вот этого предела маленьких масс. Они там попытались поменять. Вот то, что вы говорите, да, что если массу стремить к нулю, то это можно... Ну, считать, что вы рождаете безмассовый темный фотон, считать, что вы должны... Фотон обычный потом рождает, да. И вы можете брать вот этот предел, который альтерели по ризе, да, сделали. Один плюс, там, один с минус от прогрессии назад. Вот такая... Я не знаю, сейчас дело не в альтерели по ризе, а при малых массах этого темного фотона у вас ноль диаграммы, они и те же, вот с виртуальной массовой поверхностью, очень маленькие, поэтому они фактически равны в сущности, до этого квадрата. Это более-менее ясно, там, чистое альинское. Да, поэтому... И в другой стадии есть же данные. Важно то, что есть экспериментальные данные про то, про то с отпусканием фасов. Вы можете сравнить ваши вот эти модели с живыми данными. Это правда, но есть такая как бы небольшая проблема с тем, что данных этих то ли не очень много, то ли что-то такое. В общем, я находила статьи, в которых люди изучают вот то, что вы говорите, с точки зрения стандартной модели. И они как раз говорят, что мы пока не можем сравниться с данными. Ну, что-то такое вот будет, как такое отверстие. Ну, а тут были довольно свежие статьи, там, лет 5 максимум. Но, может быть, да, я просто не знаю. Очень много лет, они не очень высокие. Если вы тут тоже выберете бронстрайл, то есть, любит вас. Потом, если вы несят так отсюда, или распадутся, какие-то частицы. Ну, и рамстук, если с любых частиц. Важно то, что... В общем, количество выбра, так можно вытащить, но они обсуждают бронстрайл. Если говорить про округий тормозной процесс, то вот... Ну, как раз вот, нам будет интересно, что, так сказать, вот эти тех механизмы, прималок, они в другом. Один в другую. Если сильно не переходят, то нужно ли скучить. И, значит, тогда и все, что они делают, тоже неочевидно. По идее, они должны переходить, но это по идее. Может, вы правильно сказали, там разные механизмы всякие, распада, травы, давали, давали. Ну, тяжело все. Вопрос. А зачем вот нужно вычислять это течение там, вероятность разрушения вот этого гамма-шлифа? Вы же можете этим безумным эксперименталом сказать о сравнении с сечением рождения гамма и сечением рождения гамма-шлифа? Не может быть, чтобы они гамма-шлифа регистрировали, а когда гамма не регистрировали, продукты распадываются. Как они их отвечают? Это вопрос. Наверное, по квадрату. К квадрату. Я пьюсь, и минус пару нашли, которые... Как они стандартные модели отличат от обычного? От гамма-шлифа. Ну, и сигнатура будет одинаковая. Сигнатура одинаковая, они возьмут в массу случая, да, спектр, спектр и варианты массы которые отличаются. То есть они автоматом сечение рождения гамма на самом деле найдут. То есть им можно сказать, что это? практически. Ну, граммные, которые потом? Нет, смотри, здесь во всей практически плоскости это применение. Вот тут, чтобы найти темп рождения у этих ребят в экспериментах, которые устроены так, где в одном месте рождения, а десектор, что-то делится. Ни чей потом они не долетят. А, никакой ягодецкий минус они не долетят. Окей. И плюсами минус можно долетят, но по-моему. То есть на танк, или клещешь, распределение этих частиц на расстоянии там 100 метров и успеющие подобные в надежде, что внутри он окажется в десекторе, и десектор спадет. Тебе нужно распределение сеть не менее. Да, под подольки передали. Вот. И интересно, как представляет массу ребят, другой вариант от 500 мем, кто там и полотенец. Почему? Потому что при большей массе можно через плаке считать, при меньшей массе пионы. тем не менее, вы можете атомбироваться, как только эти ребята начнут работать, они на каком-нибудь ближнем детекторе найдут кучу фотонов. И сечение фотонов, они скажут вам с хорошей точностью. Вот то, что Николай Андреевич хотел... не только сечение фотонов, а сечение рождения иклюзии минус или мю плюс мю минус, если через виртуальный фотон, то, и знание этого сечения в зависимости от инновиальности мю плюс мю минус, там за это в рамках сетей и в сравнении на это дело. Вот на индукете, это, это, родители, кей, 30-ти гамм лучок, казалось бы, вот то, чтобы, ну, маленький макс сетел самому канал о рождении маленьких макс, но пинули. Пинули, да, ну, и вот, казалось бы, что они должны делать, просто, как сказать, у них пинули выходит, а вы просто умножаете каждое пинули, и получаете, что это должно быть для друга в чем-то, там, пара-паксу. Вот, выясняет следующее, что они используют минераны для писания процессов, которые доточены на то, сколько у них есть высоких именец. При этом, они должны быть, что у них пинули. И все равно. и в какой-то нолиятности будет. А вот нет, ну как, в какой-то точечке, да. Да, да, на менеджер, на два порядка челях. По банду выйти, если у них используются несколько генераторов, которых одинаково, там, пи-плюсы, пи-минусы, но при ноли, это, безон, и прочее, все равно, они будут обладать таратором. Поэтому, в такой момент, экспериментаторы, они тут заточены под определенные процессы, и его они хотят, чтобы ручь и армия давал хорошо. Понимаю. здесь как бы вопрос, если говорить про изначально, то изначально вопросов очень простой. Вы просто не можете получить. Вот здесь рассказывается, как эта формула будет, что они говорят, что вы здесь предъявили, что вы здесь предъявили, ну вот она, вы можете. Ну, правильно, вы... Я, это... Я, это... Ну, вы... У вас... Ну, есть такие приближения? Да, их можно улучшать. Эти приближения, как всегда. А вы распады какому-то. Почему ты хотел распределить не любой поперечный импульс, а конечный, потому что вы вложили не так как в полу-развера, как в том сайт, но можно было распределить поперечный импульс, иначе мы не скажем, что ли это там, а вот это переделан. из-за изношенного налога я думаю, что работа в лейной компании, она не правильная. Так? Не правильная. А вы писали? Мы писали просто статим, в которые мы все эти заложили. Ну, как бы. Вы нам писали статим, у вас с квартирю. Да, конечно. Да, да, да. И все по решению по первому. Так, все опубликовали. Сейчас, как-то я говорю. А вот это тоже опубликовали, там все было неприятно. Мы только пошли эти дискуссии означает следующее. Вас никто никогда не проверит, потому что спрятали так криво руки, и не хочется искать подроны, а и хочется только потому что их не забрать. Ну, мы должны дать более-менее хорошее предсказание. Мы же постараться написать нормально. Ну, тем не менее, мы не проверили. Любой этот человек скажет, ну, просто в рейд ошибки. А где гарантирую, чтобы вы не ошибли? Нет, ну, их никто не проверит. Смотрите, можно показать? какая точность у вас разница? 10%, 100%, 1000%. Мы же не знаем. И можно сказать так, что вот есть три подхода, наш, Вадзекер Вильямс, и через Померон два в три. И все они дают с разностью, допустим, пять процентов один и тот же ответ. Достаточно убедительно, чтобы сказать, что мы сказали, что наши Вадзекер в рейд Ну вот, мы не думаем, это правильное сравнение с Вадзекером. Да, с Вадзекером. Вот то, что можно сказать. Так, значит, показала. Ну и полное сечение тоже в сравнении с другими редакторами, просто отинтегрированные по всем переменам и танцев. Переходяк к продюсерам. А, компетируют. Вот это. А вот зелененькое это это Вадзекер, да? Не, зеленое Вадзекер, а Вадзекер и Вадзекер вместе. Вадзекер. Да. Разум. Ну, тут 30-е там оригинально, а это 70-е. 30-е, по-моему, ее доделали до электрон-протона, это нормально. Значит, промежуточное заключение по поводу первой работы. Нашли сечение, учили нулевую передачу импульса, согласуемся с Вадзекер Вильямсом, убедительно говорим о том, что можно применять протонам Вадзекер Вильямс. Потому что интернация это никто не проверял. Люди по списанию спадают, давайте по аналогии напишем. Можно поменять. Что можно сделать? и вставить туда настоящий тензорный померон. Это будет страшно, это будет сложно, там такие формулы. И, по крайней мере, это не дело. Но, как бы, все правила примены есть, существуют. Можно дайте посчитать. Можно взять вместо виртуального протона, давайте я здесь покажу, вместо этого виртуального протона сделать дельта-резонанс и посмотреть, там же достаточно высокий энергетический протон в этой установке, насколько возбужденные барионы, вообще какое-то изменение только виртуальный протон в серединке это делал. Тоже отдельный вопрос, насколько меняет, никто эти поправки не учитывал никогда. И это, что касается упругого тормозного изучения. Если у меня чисто такой вопрос еще, а вот эти Эльбюм, Лейн и Тарапани, когда они получили свой результат, ведь были наверняка известны про эти Эльбюлиусы. Да, да. И они явно, так сказать, получили, что они позитивили. Да. Что они по этому пункту писали. Ну, понимаете, понимаете, это класс. Вы другие методы получили, результат как 5-10 раз отличается от класса. Они немножко схитрили и сказали, что их работу можно применить к неупругому. То, что я говорила, single diffraction тоже. То есть можно применить к ситуации, когда один протон в конечном состоянии, а другой развалился до конца. Ну, и написали все в конце, вот в сперментальной части и прочее, к вот этим результатам. А там сравнится нечего. Несмотря на то, что весь этот вывод, его можно как к упругому, так и к неупругому применять одинаково. они как бы, ну вот... То есть они к неупругому архе не рисовали? К неупругому они все посчитали, а к упругому они такие сплю, ладно, ладно. Бог знает. Неупругая, ну, поскольку это более интересно, это практически более значимо, мы тоже решили в это закопаться. К чему мы, собственно, придрались в этот раз. Мы посмотрели, как это считали. Мы поняли, что Демлян не посчитал что-то не то. Посмотрели, как это считали рицисо-спирантом. У них неплохой метод вычисления, но, значит, здесь есть вершинка протона с фотонкой. И почему-то они в своей первой работе вот в этой вершине учили только дираковский электромагнитный формфактор протона. Хотя в этой вершине на самом деле два формфактора. Из дираков есть Пауровский. Нам стало интересно, а второй формфактор даст вообще какую-то большую поправку? Или, может, вы там дураки, они сразу поняли, значит, напоминала, для тех, кто-то не занимается, про электромагнитные формфакторы протона. Значит, есть электромагнитный ток. Если он стоит в оншельных обкладках протонных состояний, то его можно представить с помощью формфактора дирака и формфактора Паура. Формфактор дирака вам будет отвечать за заряд электрические протона, формфактор Паури будет отвечать за магнитный момент протона. Это функции Т, Т это квадрат импульса фотона. Их можно измерять в эксперименте. Если квадрат импульс фотона отрицательный, это называется пространственно подобная область, измеряется это по электрон-платонному рассеянию. Есть очень много экспериментов, есть даже довольно хорошее для маленьких Т дипольное продвижение, так называемое, которое описывает этот формфактор. Во времени подобной области, если вы выше порога, это можно изучать в процессе аннигиляции электрон-позитронной с рождением партии. Тоже какое-то количество экспериментов есть, данные есть, все известно. Есть нефизическая так называемая новость, когда квадрат импульс фотона больше нуля, но меньше порога. И если вы хотите изучать это в процессе 2 в 2, то физически это невозможно. Ни один из таких процессов вам такие-то не дадут. Пускай мать поспящен. Пока вы находитесь на уровне процесса 2 в 2, вы можете только интерполировать свои экспериментальные данные по серединке. Разными способами так, чтобы попасть в известные вам точки. В принципе, в эксперименте Панда в более сложных процессах уже не 2 в 2 хотели померить эти фронтапторы в физической области. Хотели, но так и не померить. Но в принципе есть какие-то заявки, желания, просьбы, все что-то. В общем, люди собираются это сделать. Но пока что нам доступны только интерполировать. Это формула, когда он проходит, она права оншел. А у вас может быть и нет. У нас может быть оншел. Это правда. Проблема есть вообще теория всяких half of shell фронтапторс, но они нормально не это объяснить. Там нету конкретной формулы, что нужно подставить. Там есть какие-то высокие утверждения, там делать и так далее. Но конкретно что делать, не написано. Мы что делаем? Мы взяли опять этот фемиологический фронтаптор виртуальный. Он очень сильно давит все вклады, в которые он далек от массовой поверхности. То есть мы просто их ноль обострали и учили только те, которые близки. То есть мы недооценили свой ответ на те части, мы не снили. А есть какие-то институционные соотношения, которые связаны с положением с таким фактором личного? Есть. Это есть. И есть люди, которые сделали не очень давно и взяли все экспонентальные данные, все посчитали. Молодцы. Попали во все точки пространственного времени подобного руса. А посередине там, где нам надо, они натыкали 10-12 с на высшей рамы. Ну вот ровно там, где нам нужна наша интерполяция. мы не можем использовать это волшебный эффект. Я, чтобы показать масштаб проблемы, здесь рисую модули форм-факторов для двух киток, возможно. форм-факторы в зависимости того, есть ли мазонный мазонный или? Нет, подожди, это стандартная модель. Все, есть протон, но заменится сводом. в принципе, потому что это корень из квадрата импульса фотона. Фотон, если у тебя виртуальный, у него же квадрат отличный от нуля, возьми из него корень. Да, это к нашей практической уже я пытаюсь это притянуть делу, потому что я буду делать. Какой мазь темно-фотон это соответствует. Какого я должна взять? Корень из тая можно написать. Значит, есть классики науки приворочных мактимьянов и фразер, которые в 2010 году выкатили фит достаточно простой, который используют почти все, кто занимается темными фотонами. Он здесь показывает сплошные линии синим цветом модуль фронвактора Дирака, красным цветом фронвактора Пауэр. Этот фит хороший, но он не учитывает все существующие данные на текущий момент, потому что 2010 50-й год. В принципе, мы с ними общались, они в ближайшие несколько месяцев, когда у них статью опубликуют, готовы выложить новый фит по современным данным, но пока что он не опубликован. Есть фит, например, от дубничек, дубничковая дубничка, которые последний раз в 2010 году этим занимались, они пытались по более современным набору данных тоже провести в свои модели интерфолюции. И здесь у них чуть больше резонансов, чуть больше параметра, поэтому есть больше резонансных пиков. Это здесь пунктиром показано, опять синим цветом фонфактор Дерапа и красным цветом фонфактор Паули. Видны две вещи. Во-первых, в зависимости от автора ответы очень сильно разные, потому что это вроде как никому не нужно в этой области и всем беспокоиться изначально. А во-вторых, почти всегда фонфактор Паули этого графического масштаба больше, чем фонфактор Дерапа и поэтому вклад, который ему попарционален, действительно может оказаться важным, если вы его вычеретесь очень. Так, значит, как нас научились считать РИЦ, ну, фактически методику мы взяли у него, как посчитать сечение неупругого тормозного звучания. Вот у вас есть диагрампа. Вам нужно, ну, как обычно, вести кинематику, значит, по-большому это импульс пучка протона. Вы работаете в лабораторной системе отчета, вот этот протон покоется, значит, импульс темного протона К, Z это доля импульса, который унес темный фотон. Значит, вы хотите как-то предпринять свое сечение, то есть выделить здесь вероятность испускания темного фотона, так называемую функцию расщепления. И представить свое дифференциальное сечение, как эту вероятность, там окажется, что это на самом деле три этих функции, поэтому она называется главная, она облияет себе три функции потом сечение, собственно, неупруговое рассеяние протон с протоном в X, ну и вот мы добавляем вот этот иммунологический форм-фактор, который убьет все вклады далекие от массовой поверхности, чтобы мы могли обоснованно использовать обычный оншельный форм-фактор. Вот это мы хотим, и мы начинаем это делать. Значит, ну что надо сделать, надо выделить иммуноматричный метод этого процесса из большой диагонки. Для этого вот пишется пропагатор, для вактуального протона, и в этом пропагаторе нужно сумму популяризации из... Это знаете, но вот этот эгганизм, который выделили, из 1-2 существуют и другие диаграммы, когда к этому не сомневаются. Почему мы именно ну вот предыдущий брак, вот у вас протон излучает гамма-квон, переходит виртуальный протон, который сталкивается с реальным. Ну, такой вопрос, может быть, и более сложная тарфина. Может. И вы имеете в виду отсюда то и спустим что-то? Что? Имейте в виду из конечного состояния? Ну, а кодовое заключение, это, господи, миллионы вызовут. Это первый вопрос. А второй, ну, у вас есть виртуальный протон, вы периодически на квартусы лаетесь, но за квартус там же силосинодическую свободу, а там константы связи и т.д. и т.п. А если у вас паротон, у вас константы взаимодействия даже виртуального паротона, паротона, ну, вообще, как бы, вы не знаете почему. То есть, конечно, вы можете как-то смотреть, но это будет очень, как бы, может, многие люди вам просто не поверят. Что? А влюбляйте что, скажешь? Что-то влюбляйте, вроде. А вот вы перечислили. Ну, вы напишите ему письмо. Вы нашли у вас такую дверь. у нас такая картинка. Что я буду говорить, что ой, спасибо. А дальше что? Следующая страничка. Значит, отвечаем на вопрос, что мы не знаем, какой у протона каплинги, да? Ну, вот это я вырежу и потом просто перезапишу через сечение ББР во все, что угодно, а потом возьму... Сечение там виртуальное правда, они не... Да, и вот эта штука эффективно пытается это учесть. это тонкое место, это приближение. Это точно такое приближение, естественно, это слабые твери, поэтому... Ну, это вы можете сказать, что вы приближили, но оправдайте. Мне кажется, что это другое. здесь такое приближение, что, если он вышел немножко на две стены своей самой, для него и выпеченит примерно такое же, как и... вот здесь такое приближение, и наоборот протона из флага и флага и заплатит на флага. Я согласна, что это не какая-то там твердая основа, да? Здесь вот... Нет, флага надевался, это не в Домидонах и в Кватовом написании, ну, что-то такое. Что-то надо сделать. Что-то надо делать. Можно, конечно, на крыльчик поднять, как я не знаю, что-то. Я не знаю, ничего еще. Хорошо, предложите принимать. Ну, как бы, поправьте, по-другому посчитать. Ну, за это в отказ. Вот, вы научите. Конечно, у Константина Григорьевича тут стоял 25-17-й, си-53-ю. А у этого влюбляй, ты, Андрея Ильича, срезовое число. Это, представь, вот, ну, поехали, ситапевки или нет. Пулару поскальше. Да ладно, все, не дышать. Пулару. Схищаешь. Схищаешь. Стовое. Делаешь тут. Так, на счете спускания при каких-нибудь словах что-нибудь из других лап, из конечного состояния просто это не не посчитать да потому что не матические в этой системе отсчета основной вклад будет давать вверх если вы в систему центра масс перейдете естественно они оба будут давать в знаках ну есть там какое-то очень старое посмотрение там еще типа волонтолище написано что если вы в зависимости от системы отсчета если они одноклассные то они естественно оба дают вклад если вы один остановили а другой скоростью значит все просто вот эту вот линию реже на сумму популяризации и дальше вы можете всегда вот из этого составить просто в кавычках на самом деле очень много вычислений значит из этого якобы можно составить сечение а из этого выделить вероятность спускания на самом деле вы начинаете это делать если вы честно берете два вклада вы приходите к некоторому успеху в середине по сравнению с тем что было в исходной работе риц я думаю именно поэтому эта работа не содержала вклад форм-фактора потому что у вас получается 2-го 1-го и вам позволяет легко выделить сечение тут стоит квадрат амфонечного элемента ну тут у попова все что угодно зависит там от квадрата дирака скоп-фактора павли скоп-фактора и скоп-фактора сходятся две амплитуды с противопожными спиральностями фотона и вы из этого никогда не получите никакое сечение наше счастье что перед этой штукой стоит коэффициент который пропорционален такой разности этих факторов если вы начнете сравнивать значение по факту игра только на этом окажется что эта вещь в реалии жизни она всегда меньше чем каждая по отдельности чисто на числах мы здесь как бы можем от этого избавиться формально говоря если бы жизнь была стоя немножко по-другому соотношение между этими увеличение было в другое но даже избавиться могли и даже факторизовать значит это мы выкидываем но у нас все равно по сравнению с ответом рейса качественно получается еще две новые добавки связаны с квадратным фактором дирака и связаны с таким интерферационным членом и теперь нас интересует следующее а как их сравнить эти вклады как понять насколько меняется наш ответ и вообще может быть эти поплавки такие маленькие что то что мы посчитали ни один экспериментатор даже не заметен поэтому мы человек это сразу не посчитали а значит ну как мы это будем делать мы берем то что называется главный пункт расщепления то что я показывала в самом начале она включает зависит ответ выделяем в ней три вклада один отличает квадратный фактор дирака потом еще один квадратный фактор пауле и еще один интерференции и вот вводим три вспомогательные функции расщепления можно сравниться в этом с рицем первая функция совпадает полностью то что он там для нас посчитал через эту фактор дирака все совпало полностью вот эти две мы вводим логически сами это новые ответы начинаем сравнивать значит как то нужно проинтегрировать и ответ понятное дело будет зависеть от очень нефом факторов что уже дает некую модель независимость до зависимости от этого фактора возьмете такой ответ у вас получится давайте от этого на один шаг отойдем давайте положим их все равными единицы и пока не будет ничего складывать то есть оставим выяснение чему они равны напоследок а сначала проинтегрируем по симптоматическим переменам вот эти вот кусочки газа плавные функции расщепления ой извините со вспомогательными функциями расщепления вот мы вводим сечение тирака сечения пауле и сечения интерференция с вот этими кусочками по отдельности с тем чтобы потом чтобы получить настоящее сечение мы сложили с весами к соответствующим квадрату фармфактора и квадрату другого фармфактора или там вот этого произведения одно на другое сопряжение и начинаем их сравнивать вот это вот сечение интегрированное по всем по доле унесенного импульса только по туречному импульсу линия сверху должна была быть зеленой как вышло значит сечение дираковское которое было в исходной работе лица действительно оказывается довольно большим и она действительно ну там во много раз больше почти везде чем сечение числе дискомфактора пауле и больше чем сечение интерференционных числе параметрические эти ответы так соотносятся что сечение которые связаны с пауле и рака больше ну это у одничный спинтрип ответ всегда подавлен как получается что у вас в инфляционных члене не все среди муки А вот так. Нет, ну вот эти, они мне не надо. Они разные, вот эти все, что и первое. А тут первое есть два, там другая в переверну, увеличена по среднему как бы. Все проверяем, ну как раз. Значит, ну казалось бы, все, мы облажались, да, там, терапия, это самый лучший, что-то. Учтем величины филфактора и сложим все в ответ, конечно. Ну тут много проявлений, значит, давайте смотреть по очереди на них. Берем классические фиты, криворучий Коктиньянова и только дираковскую часть. Это зеленая линия. Раз. Раз. Добавляем все два вклада, которые мы придумали добавить, и получаем красную линию. Вот это раз. Масштаб алгоритмический. Если у вас масса больше, чем масса равнезоны, ответ меняется очень сильно. Ну, может, нам так повезло, и это зависит от величины филфактора, и, может быть, просто в этом фите филфактор Паули такой большой. Берем другие фиты, и дубнички, и дубничка. Значит, берем только вклад дираковский. Это вот эта вот темно-синяя линия. Яркая. Раз. Она другая. Потому что филфактор поменяет фит. Учитываем вот эти два вклада, и получаем голубую линию. Вот такую. Они очень сильно отличаются. Выводы два. Первое. Ответ будет зависеть от филфактора, и он модельнозависим. Это как бы не очень хорошо для предсказания. Вывод второй. Какой бы вы ни взяли фит, паулиническая часть очень важна. То есть на уровне филфактора игнорировать ее точно нельзя. Ну, отдельно то, что делать с филфактором, кому верить, кому не верить. Но вы точно выкидываете за то, что вы плохо знаете. То есть, ну, верить можно в маленькую массу, или где-то с филфарфактором. Ну, да. Если вы изучаете, вот, с виртуальным гаммфатом, вообще, говорит, процесс зарелаян, если виртуальный гаммфат переходит в два миона. Ну, процесс зарелаян, ну, достаточно хорошо. Изучим кучей праздного праздного. Ну, у вас же есть экспериментальные данные. Вы можете вполне вашу модель сравнить с экспериментальным данным. Вы только не говорите мне, что экспериментальных данных нет. Они точно там есть. Когда ПП, виртуальные гаммфаты, то же самое, как в Минфюз-Минфе. Соответственно, вы можете и свою модель продлилить на живые данные. Это можно. Правильно. Потому что, ну, там, ну, понимаете, ну, люди скажут, ну, у вас там куча приближений, ну, почему мы должны вам видеть? А если вы это делали с Дарелом Яном сравните, и у вас все даст упадет, ну, все скажут, какая замечательная радость. Все выдержали. Понимаете. Не, ну, это тоже, это то, что можно сделать. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Потому что, ну, дешевле. Ну, если чем можно летать, то это же, если, ну, условно, порога ФГС, там уже все. Просто, смотрите, мы изучали, мы пытались изучать то, что связано с Дарелем. И там действительно есть, ну, вычисления, предсказания, там вот это все, там это все запрограммировано. Есть даже целая программа, которая вам выкатывает это сечение. Это мы все и чипаем. Но дело в том, что она, вот вы идете сюда, у коллега? И она начинает бешеные ошибки выдавать. Можно сравнить, это не вопрос. У меня даже где-то там есть эти гистограммы, там, какой ответ, и все такое. Вот. Но вопрос в том, что точность этих предсказаний, она очень сильно падает с уменьшением, ну, корня из двух квадрат, естественно, да. И там какие-то есть специальные такие ABMP, там, да, 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 все, там, для маленького часов выигрыша, ответы. Но, как-то так, там такие неопределенности здоровые получаются, что толком сказать, чему там она равна, ну, как бы. Нет, у нас виртуальность уже, вот, Алина Ульфинитет и ФГП, это уже, ну, это уже почти виртуально те, кто так поднимает. Нет, я думаю, что данные существуют, я не спорю, я даже ими пользовалась. Ну, как-то мы вместе не свели пока, но это можно сделать. Нет. Семья зависит, что это такое, здесь нельзя поработать. Это как раз, если обсуждают с Дрел Ян через квадрат. Да, вот Дрел Ян через квадрат. Я-то вот оттуда ворвалась. Вот это у КАКИИ, как раз, и там вот это. Нет, ну, теперь я могу сказать, ну, почти ниже. Я тоже, да, все, красиво. Значит, вообще. Вот, значит, ну, надо оценить, насколько это вообще экспериментаторы заметят, потому что, ну, все-таки здесь, ну, что не очень большая разница, да? В целом, не сказать, что прям катастрофично меняется кривую чувствительность, но мы посчитали, для Титукея и Дюна Шипа есть области, в которых они будут, как нам кажется, отличаться от того, что получается, как минимум, учитывая только дираковский вклад. Сейчас, а пунктир – это без дираковского вклада? Да, значит, еще раз, пунктир – это без, забыла сказать, без паулисского вклада, только с дираковским. А дополнительные линии – это с, ну, с двумя дополнительными словами. То есть, ну, в принципе, разница есть, она не катастрофичная, да, там, она не отменяет эксперимент, там, пунктирфонт и все такое. А фирмы какой здесь использовали эти дираковские вклады? Здесь дубнички, потому что они чуть более современные, ну, это, как бы, там, пересчитывается, пускай шпырган. А, да, да. Думаю, пить, я, ну, это, право обмечается, правда, все? Да, да, ну, вот здесь вот не будет такой нитриальной картинки, там, все будет поблажено. То есть, будет закрыто, то, что внутри внутри? Да, то, что внутри соответствует, будет закрыт, если эксперимент не увидит, то есть, по-моему, если есть, по-моему, раньше, все, по-моему, все, по-моему, шипы нет, у них есть, сейчас, у них есть проект ближнего, сейчас, вот, у них есть, для них уже, для эксперимента, который идет, вот этот ТНВК, вот эта вот картинка уже интересна. У них есть планы, по-крайней мере, точно, для того, планы, планы. ПАМИНОВЫ Ну, это, вот, это, конечно, кто и как вы, что, как вы встали вы встали? Ну, вы, ну, вы, ну, вы, да, что-нибудь, на такую же, что-нибудь, на эту? Ой, сейчас я... Прав, вы, что вы встали? может не долететь или может не распасть нет опции или там куча других нет это не вероятность вторая вероятность расставка не будет ниже нет 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 ну вот значит ну если говорить второе маленькое заключение мы нашли новый вклад от редактора Пауэли показали что ее нельзя поменять попытались уточнить ну по сути какой-то точностью кривые чтительности для будущих поисков эти такие дюни и шипер ну и готовы это как-то улучшать в будущем да что можно сделать здесь можно то что Витя Николай Валерьевич просуммировать темпы рождения темных фотонов по мизонным распадам по брюш-трангу и по треояну посмотреть какая вместе картинка получается насколько они там сходятся не сходятся как-то будет выглядеть в нужных частях властях можно посмотреть беззаряженные частицы если вместо темного фотона который распадается на пару частиц на верхней модели мы рождаем пару беззаряженных частиц и какие будут вообще ограничения там для схожих поисков или для костей ну чаши еще можно взять вместо неукругого трамвозного излучения протона пионный пучок да то что вот это вот на 64H и пионами попытаться посмотреть как там будет рождаться темный фотон потому что делали и делали только для распадов на зон впечатления а для чего-то более высоконептичного они даже не пытаются пока это дело оценивать там есть одна работа единственная которая очень пионный пучок это есть экспринет который прямо пионами пуляют по решению что ли ну еще нет будет а а а да там там очень интересно за один день работы мы улучшили ограничения на невидимый распад это три раза да ладно это как по одной решению пуляет сначала пионы делаете потом очищаете все это дело от мусора а потом пионы не 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 могу спросить ну примерно так и они формируют ну да что-то там обучают формируют реальное извращение этого не н что-то все не не все у Спасибо.